Массовая авария на улице Некрасовская. В ДТП попали сразу пять автомобилей. Сразу пять автомобилей столкнулись в районе улицы Некрасовской, практически полностью закупорив движение на этом участке. В результате чего возникла многокилометровая пробка, которая растянулась до Академгородка. Поэтому прибывший на ряд сотрудников ДПС немедленно отметил на асфальте положение колес пострадавших авто и тех, кто еще мог двигаться, буквально согнал с места ДТП. Как выяснилось, в массовой аварии пострадало сразу пять автомобилей. Увечья разной степени тяжести получили четыре из них. Авто Тойота Рактис, тот самый, кто затормозил первым и с которого все началось, практически не пострадал. Идущий за Рактисом Филдер затормозить успел, как и две другие машины, следующие за ним. Сан-Янг Эктион и Хонда Эйрвейв. По признанию самих водителей, никто даже не успел испугаться. Обычная дорожная ситуация. Двигаясь в потоке, вот левый крайний поток. Ну, пришлось затормозить, так как впереди идущие. Я бы не сказал, что это экстренное какое-то торможение было, но остановились. Я вот где-то за метр, наверное, остановился. И машина тоже посмотрела сзади зеркала, тоже остановилась где-то. А дальше? Вот, ну, стоим. Какое-то время, думаю, сейчас начнется движение дальше. Ну, и сзади удар такой хороший. Вот. Кто-то нас догнал. Этим кем-то оказался последний в этой длинной цепочке «Лексус». Он-то и собрал всех вместе в одно большое мятое целое. За что и пострадал больше других. О силе удара тяжелого внедорожника говорит тот факт, что четыре отнюдь нелегкие машины, стоявшие, к тому же, на тормозах, благодаря ему переместились на десяток метров вперед. Попавшие в дорожный переплет машины пострадали серьезно. И если у Рактикса все обошлось чуть примятой задней дверью, то всем остальным повезло значительно меньше. Самым пострадавшим оказался невольный нарушитель «Лексус». Даже покинуть место ДТП своим ходом, в отличие от своих жертв, он не сможет. Продолжение следует...